Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь он... Теперь он... Будет идти вот по таким вот светящимся маячкам И по ним будут имперцы То есть, проходи, дорогой Ну, чё-то типа того Вот просто для дурака Я тебе не дам, кстати, дурак Мы нас столько тупоечки не можем понять Ну, мы сейчас едем на Тантоне Силы кавалерии Янки не издаются Послушай, а вот насчет фильма седьмого Седьмого? Ну, как думаешь, что там будет? Ну, там, наверное, думаю, будет история про Джейсона Солнерна Ну, и если кто не знает, что это сын Леи, Органы и Хана Соло Ну, это если углубляться в историю Которую тут вообще нельзя полностью выучить Потому что она... Как бы вам сказать Офигенно длинная И вообще Полностью её знать невозможно Даже самый упоротый задрот Никогда не ответит вам полную историю Так подожди-ка В фильме же не было показано ихнего ребёнка Так трейлера-то ещё нет А трейлера нет Не знаю Трейлер обычно появляется где-то Не знаю Я вообще не особый знаток в трейлерах Я люблю фильмы смотреть Находить в них тупости Но, когда дело касается трейлера, то... Я не особый мастер А вот про Черепашек-ниндзя вышел трейлер, кстати А, эти уродливые пародии на Черепашек-ниндзя Да поверь, они не такие уродливые Они похожи на это, как его Вот самый первый фильм Или... А, второй фильм, где они сражаются И они сражались какими-то уродами Там... Как я забыл... Тока и Разор Там, где принесли обычных Черепаху и Волка И где там Шреддер вылил на них мутаген Последнюю капсулу Ну, сам... Ну, второй фильм про Черепашек-ниндзя И именно фильм, а не мультик Ну, я тоже три фильмы смотрел Причем... Трое получились полнометражные и один еще мультик Про это... И на сюжет этого мультика сделали игру Ну, вот шутер, нам надо расстрелять этот шагоход Иначе он будет сильно усложнять нам жизнь Кстати, я сегодня постараюсь выложить обзор на Наруто Мангу 676 Совместно 677 Ну, то есть все это слепить в один обзор Мы сейчас разговаривали на тему этой Манги 677 Там такой пипец произошел Кесимо-то так... На... На... На придумывал Ну... Ну, теперь это то, что у всех... Ну, мало только придумать Надо еще, чтобы это Подкреплялось здоровым смыслом и логикой И... Следственной связью Ну, то есть, да Здрастная логика в том, что светит солнце, луны нету, но все равно все с Сукиями Ну, вот... Еще одна секретка И по куску нам надо, конечно, было вниз, но... Мы должны идти вверх, так как... Ну, Эку находится вот тот самый ключ, о котором я говорил... В прошлой части Довольно было гейморно, но до сих пор... А, нет, не ключ, там надо было нажать на рычажок, и вот эта красная лампочка стала светиться зеленой Вообще, чем отличается переходная миссия от обычной? Ну, в переходной миссии обычно затягивается вот одна вот целая миссия на несколько маленьких частей В этой же переходной миссии их будет две, а в следующей, спойлер, их будет три Ну, во всяком случае, переходные миссии, они намного интереснее, чем основные Так как в переходных миссиях обычно бывают неожиданные повороты Вот мы еще сэра тут прокачали на днях Ну, для меня первый поездка два, где твой сосед Все же на днях Ну, третий ра... ой, второй ранг Те Ну, вот бы еще бросок мяча прокачали Ну, да, ты же молнии, че Бросок мяча, ну, в принципе, я заметил в тоих видео то, что он целой жизнью сносит убивать врагов Ну, да, но он же видно, что вот ударился обо что-то и сразу назад На третьем ранге там очень большое отличие между броском первого ранга и второго Прикол в том, что на первом ранге по способностям может накинуть только один раз и он дойдет до какой-то точки и вернется Точка всегда разная На втором ранге все то же самое, только может еще немного покружить А на третьем ранге можно вообще направлять свой меч И обо что бы он не ударился, он к вам не прилетит, пока у вас сил не кончилось И можно так себе, как это... Ну, как в Которе втором, концовка С главным боссом мы дрались И там вот три фиолетовых лазерных меча появились, которые просто висели в воздухе и ничего не делали Вот такая вот фишка получается Кстати, я считаю, глава манги облич Ну, что там вышла новая глава? Да, она сегодня вышла поедет Стоять скотина Называется Герой 2 Так, ну сейчас будет тил Кстати, я же помню Из живого мяса По суставам закурели Мочим довольно увечистое количество штурмовиков Кстати, ты же помнишь, что у лысика из-за него я не запомнила им И как у Мадараме? Из-за чего, да? Ну, и как у Мадараме Ну, и как у Мадараме Который этот еще скрывал свой банкай, как его разодетый друг Хотя, вообще, я не понимаю, что он срывает у него нормальный банкай и боевой, а не кедотипный Это, я понимаю, у Юльчики был этот кедотипный, но у Уикаку он же был просто боевой Там появлялись два огромных меча И еще дракон Железный Посередине Ну вот, мы прошли первую часть этой переходной миссии Почти Вот, надо спрыгнуть в разлом Кстати, там наверху еще было около базы эхо Той самой базы, на которую напали тоже в пятом эпизоде Там тоже была секретка Послушай, эту лыжку изменили Кого? А? Понятно И что сделали? Знаешь в чем? У него волосы отросли Такой ракет Помню, была какая-то филерная серия или не филерная, там где И вот этой сестры этого придурка, друга главного героя Которая влюбилась в Уикаку Он нацепил на себя парик клем и не мог потом оторвать Я лучше сделал обычный голос, потому что как бы отстает Ну то есть ты говоришь и тоже мой голос отливает Кстати, Кенпача дерется против этих девчонок пятерых Которые Чига повалили И Бякуя выжил Феминистки О, значит если Бякуя выжил, то и Нэджи тоже должен выжить Из ума Нэджи уже очень, да очень, очень, очень давно погиб А что за девчонки-то? Которые против Чига дрались еще Ну и что за девчонки именно? Ну они короче служили какому-то мужику, который это как бы обновил меч и Чига, что ради этого А зачем они тогда на него напали? На Кенпача за Раки они напали А зачем на Ичиго тогда? Ну что, он же как бы частично потерял свою силу И кстати Опять потерял свою силу? Сколько можно? Не, ну, не, ну как, ну как потерял силу? Он, как бы это, он своего меча решился, ну, ему сломали этот меч И кстати здесь появился А ты уже ему знаешь сколько Зангьетсу ломали? И сколько раз он восстанавливался? Послушай, Кенпачи, кстати, считай, убили Серьезно, пей каких-то тупорылых девчонок убили Кенпачи? Неужто он сложится как газета И Чига вернулся От кучки феминисток Кстати, Ичиго вернулся с новым мечом, с двумя новыми мечами Ну, это уже те, кто читали мангу, знают О, еще одна секрета Я тебе говорю, наконец-то он вытащил свою Из-за выражения жопу Из-за льда Потому что, блин, сколько уже можно там, блин Что сколько можно? Сколько можно уже в главах не участвовать, он же главный герой Кстати, он говорит, I'm here to say you Я здесь, чтобы тебя спасти Кого он хотел спасти? Кенпачи Зараки Псссс, ну конечно же он его пошлет к черту Ага, Зараки лежит при смерти, как он его пошлет к черту? Слабо Я не думаю, что скажу такое о Кенпачи Зараки Не знаю, наверное, фанаты Кенпачи Зараки, наверное, меня побьют Хотя я и сам к его числу отношусь Так ты не понял, он Смотри Он в космосе был Он выдержал огроменный взрыв, считай, ядерный Он еще истощил очень много сил И ты считаешь, что он смог бы справиться с ними пятер... Пятер... Пятерня? Пятерня, да Пятерняшками этими Феминистками Блин, вот читать... А, тут Кенпачи говорит то, что You come here to make jokers Это что-то с шуткой связанной Еще раз You come here to make jokers Ты пришел сюда шутить? Ну да-да-да Может тогда came Ну, я не имею ввиду такой ботанский бред про английский язык Не знаю, у меня вообще в английском языке довольно хорошие успехи Ну, в качестве перевода Говорить я не особо так и могу, но у меня 100% знание английского это перевод всяких слов Тем более я светер прошел полностью, все 60 уровней И удалил Так как скучно стало играть Я просто играл ради сюжета Да Кстати, Ичига, считай это Интересно, вот кьё он с новой силой получил, вот это правда интересно То есть, может он научился финальную гетсуку тэншоу использовать и не терять силы с инегами Мне Финальная гетсуку будет доступна только у мечей типа Зангетсу Так, давай-ка мы сейчас замолчим, а то сейчас будет кинематографическая заставочка Хорошо Командация, в АЛОРА 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 здесь Мы только закончили download the data Ребели должны убедить все во время эвакуации Похладно компьютерами продолжали логировать их информацию И? И? И мы нашли трагедию гетсуку тэншоу-лога Когда он уехал Хаус Из этого мы смогли определить, что Скайуокер улетел в Дейкобар Дейкобар Этой слабакый маленький джедай Ну, короче, из этой заставки мы успели понять, что Эти ребята поняли, куда Люк полетел по сюжету Ну ты слабак, парень С одного удара сложился В общем, мы из этого поняли, что Культисты поняли, куда Скайуокер улетел В пятой части И поймут, куда надо им лететь, чтобы собрать очередную порцию силы Чтоб тебе, скотина Тот же самый захват, ту же самую руку и в той же самой позе Классика То есть, подожди-ка Я что-то не... Так, я как-то... У меня такой вопрос интересный То есть, события... Блин, что-то не грустится События... Игры происходят между четвертым и пятым фильмом Или между пятым и шестым фильмом Нет, между шестым и каким-то еще Ну, после шестого, через десять лет после шестого Ну, по хронологии Звездных Войн А вот сейчас у нас один из гладеев Скайуакер не это подъемил в журналах Он должен был пытаться защищать что-то Что опять заставка? А вот и голос главного злодея А-а-а-а... Ты говорила, мама потеря Кстати, ты же знаешь, кто такой Карнадж? Карнадж? Да. Симбиант один. Кстати, я смотрю комикс-факт на комикс-зон, обзор на комикс-майл, Десит, Дарк Хирос, Юра Мэйдж, что-то там еще. Вот нам нужно видеть эту тупорылую твериканшу красную, как и ее меч. Но это особо не так уж и трудно, тем более она с одним-то мечом. Мы будем драться с ней потом, когда у нее будет два меча, и довольно-таки она неплохо успеет прокачаться за тот момент. Умри. Вот и окончание. Так послушай, у меня к тебе вопрос по поводу фильма Веном. Я такого фильма не знаю. Ну, его говорят о том, что он в 2015 или 2016 году выйдет. Ну, это заключение из этой переходной миссии. Мастер Йота хранится там, понимая, что его присоединение будет маска от планы с сильной, 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 сильной. Ну, это, как вы понимаете, вроде был поворот. Практиканты. Ну, вот, теперь у нас по окончанию этой миссии появилась возможность приобрести новые стили. Либо мы выбираем быстрый, либо мы выбираем сильный. Ну, тут инфа про них рассказана, про быстрый, про сильный. Но, дело в том, что тут будет во второй главе очень слишком мало боевок на всю эту главу на лазерных мечах. Поэтому я выбираю быстрый. Тут будет побольше перестрелок. И, кстати, мы еще все секретки нашли за уровень. А вот и наш добрый товарищ Ситрипио. И поэтому сначала мы поедем на Аркриту. Эта миссия такая, не знаю, более захватывает. Но, как вы понимаете, я буду проходить в следующей серии. А вот, кстати, то, о чем я говорил в предыдущих эпизодах. А у нас статы резко возросли. Ну, мы перешли во вторую главу, и у нас теперь все по второму рангу. И сейчас прокачаем себе высасывание. И вот я тоже уже говорил, панели оружия появилось их побольше. Сань, ты здесь? Прости, я просто смотрел комикс-факт «Появление Карнеджа». Реально очень интересный персонаж. Я до этого времени ничего практически не знал о Клидусе Кассе. Я сейчас очень много даже узнал. Наверное, тебе тоже будет интересно. Да и зрителям, потому что... Кто не любит Карнеджа? Он же злодей. Кто его должен любить? Он же самый крутой среди злодеев. Потому что у него даже частично даже мотивов таких нет. Хотя ему передалась память того, что... Питер Паркер и Человек-паук. Ну вот мы и просмотрели ролик из этой миссии. Как вы понимаете, проходить я буду в следующих сериях. А пока с вами был Серый. И Санек. Подписывайтесь на каналы. Ставьте лайки, комментируйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok